Привет, зритель! Я решила снять на балконе пустые баночки февраль-март. Вообще, я давно хотела тут что-нибудь снять. А сегодня такое солнышко, и вот в комнате не так солнечно, как тут. Тут настолько солнечно, что пришлось искать в итоге угол наклона, чтобы и не засветило, и меня как бы видно было. У меня тут огромная сумка. И в неё всё даже не влезло. Всё. Начну с того, что ещё как бы не совсем закончилось, но уже вот совсем чуть-чуть, и закончится в этом месяце. Пен для Ван Эйвен. Чё-то у нас вообще была там какая-то орхидея, где-то тут должно быть по-русски написано. Видите, по-русски. Сделано оно в Польше. Короче, по-моему, это чёрная орхидея. Точно помню, что дарила мне её подписчица Лёлька из Тюмени, которая... Так, вот тут 500 мл. Вот на холодное время года самое то. Пахнет она, как мои любимые духи. Ифрашевский, уже давно снятый. Ирис Нуар. Напоминает оно Эликсир Буа Сенсуэль, тоже Ифрашевский. Отдалённо напоминает Эйвеновский Этернел Мэйджик, который тоже давно уже снятый. Ну и вообще, я люблю такие Эйвеновские пены. И вот последнее время я её... Последние пару дней я вообще её использую как ген для душа. Почти. В общем, когда становится теплее, её аромат становится более насыщенным. Но она мне очень нравится. Вообще, у неё такой унисексовый аромат. Лёльке спасибо за подарок. Вам советую, если вы любите пены для Ван Эйвен. А ещё, если вы любите ароматы типа такого, как по типу Иссенуара. Тут у нас это тёмная орхидея. По-моему, тёмная орхидея, фиг знает. Бань. Ну, короче, пена для Ван. Я тут увидела муссы и сначала прочитала как маус. Но до этого не обращала внимания. Должно же где-то вообще по-русски-то написано. Чё это такое? Я до этого чё-то как-то не замечала. Но тут, по-моему, по-русски в этот раз не бельмеса. Забыли про русский. Вообще не нахожу. Короче, по-русски ни черта нету. Ну да и... Хрен бы с ним. В общем, вот такая пена. У меня практически закончился, он один раз остался. Я помню, обещала сделать ему оду отдельным роликом. Но оды не случилось, потому что я от него не в восторге. Я подумала, если я от него не в восторге, то нафиг писать ролик имени крема Green Mama. Green Mama крем для ног тонизирующих питания. Каштан, конский, арник, ахмель для уставших ног. 100 мл, 7,7 рублей. Можно купить в фикс-прайсе. Раньше Green Mama писали, что эта серия исключительно для фикс-прайс. И на сайте её не будет. Теперь на сайте она есть, и вот в фикс-прайсе её купить дешевле. При этом за доставку платить не надо. Это у нас трио Green Nova. Ну, короче, серия Green Mama. www.greenmama.ru Но общество с ограниченными обязанностями или типа того, Green Nova. 6 месяцев после вскрытия. 2 года сам по себе хранится. И вот в отличие от обычной Green Mama продукции, тут весь состав на латинице. Правда, звёздочка и продукт растительного происхождения. Вода, соевое масло, химия какая-то. Ну, короче, так. Очень много экстрактов в самом конце. Такой неплохой, в принципе, крем от безысходности. Можно сказать, вот есть такой, мне очень нравился одно время, а потом что-то не пошёл. Lotus от Faberlic. Крем для ног. Про ноги, по-моему, с Lotus от Faberlic. Вот примерно то же самое. Даже, может быть, крем с Lotus от Faberlic как-то лучше, чем вот это вот. Есть у них крем для ног от уставших ног, охлаждающим эффектом. Вот реально охлаждающий. 170 мл, почти 300, что ли, или рублей, или типа того стоит. Давняя такая вот, именно Green Mama серия. Я, когда вот этот покупала, я думала, что это аналог. Нифига, вот тут реально охлаждает, а этот я его утром мажу после душа ноги. Или вечером как-то пару раз пыталась помазать реально уставшие ноги. Ну, не холодно им, не жарко этим ногам от этого крема. Так вот чисто, если хотите купить какую-нибудь... Если до вас 77 рублей крем для ног, это нормальный и бюджетно, то можете купить вот этот крем для ног Green Mama в фикс-прайсе за 77 рублей. Я, наверное, не то чтобы, наверное, не буду больше. Вот я лучше каким-нибудь... Возможно, птичек было слышно. Возможно, даже катаю. Видно, немножко кусочек. Короче, я лучше даюзаю какой-нибудь там бальзам для тела от Ифраше в роли крема для ног, в общем, буду покупать вот такой крем еще раз. Вы как хотите, но... Я не знаю, что такое проходной вариант, но если оно подходит под проходной вариант, то вот. Просто обычный крем для ног. Ни холодно, ни жарко от него. Ничего он там не это... Пятки, если не скоблить, то они такими же и будут. Если они жесткие. У меня практически закончился, там на пару выдавливаний осталось, наконец-то. Вот это тоже подарок от подписчицы. Ну, в смысле, и та, и другая не зрительница, ибо аккаунта, насколько мне известно, ни той, ни другой на Ютубе нет. От Ирки, которая первая верующая к Лёрке приехала. Ну, что-то мы с Иркой давно не общались, а вот мне бы её спросить, у меня фиалка, по-моему, её поддыхает. Причём даже отсаживание листиком не помогло, ибо листик не отсадился. Так, это у нас Ифраше. Это лимитка прошлого года уже, если не позапрошлого. Лимитированная коллекция крем для рук «Зимние ягоды». Подарите себе ощущение праздника с ароматом спелых ягод, красных ягод. До августа 2020 года он бы жил. У меня ещё пара лимиток этих кремов от Ирки Даринах есть. Один в сумке валяется, белый это ваниль, а другой мандарины и что-то там ещё стоит почти неуделанный. Про запас, скажем так. Тут у нас 75 мл, он, конечно, сделан уже в России, но вот есть крема, которые сделаны в России и в Ифраше, но есть какие-то средства, которые сделаны в России и в Ифраше хорошо, а есть полная гамяшка. Вот этот хороший крем, в смысле он хорошо сделан. Сделано, кстати, это у нас было... Тосно, Ленинградская область. В общем, что-то в Тосно сделано хорошо, что-то в Тосно сделано не очень. Я тут слегка покрутила камеру, тут что-то тень легла на меня. Но вроде так-то средство видно. Вам же главное, чтобы средство было видно. Моё-то физиономию с чёрными очками не суть важно, потому что это пустые бадырики, а не очки Лёли. Ролик, в смысле. Ну, он ничего такого особого не делает, как бы, можно сказать, аналогично вот этому крему. Для ног не увлажняет, не питает. Ну, как бы, если руки сухие, вот если у вас хотите увлажнить эту кожу рук, да, птичка какая-то куда-то села, хотите увлажнить эту кожу рук, то вам, ну, эффекта именно, что ждёте, что вот помажете кремом, и кожа рук увлажнится, и всё, вот пару раз намазали, и больше не будет суперсухой. Это не тот вариант. Вот просто так вот кремом для рук помазать руки, чтобы вот, ну, помазать руки. Вот можно сейчас помазать руки. И у меня уже не такие, чтобы сухие. В общем, обычный крем для рук. С лёгким ароматом этих самых ягод. Ну, парфюмированный, скажем так, да. Быстро впитывается, не липкий. На этом его плюсы заканчиваются. Минусов тоже, в принципе, нет, потому что уже понимают, что ожидать от лимитированных коллекций кремов для рук и фраше. Ну, 12 месяцев после вскрытия. Ну, вот я не знаю, сколько он у меня вообще после вскрытия был, но пока ему ни холодно, ни жарко, но там совсем чуть-чуть осталось. У меня почти закончился на один... Ну, применение осталось. Я тут намазывала вчера его, но уже понимала, что там почти не зацепляется. Вот так вроде кажется, что 1 треть осталось. А на самом деле, очень эту 1 треть неудобно зацеплять. Это у нас средство 3 в 1 название. Это почти стерозвёздный. Дождь, уход за ногтями. Средство 3 в 1 с коллагеном, биотином и экстрактом виноградной кости. Кипитает, увлажняет и укрепляет. Вот одна моя подружка считает, что у неё ногти стали ломаться именно от него. А я не знаю, от него ли, но я тут, когда удобряла их воском самопальным, виноградом, в смысле всякие витаминки во фруктах ела, виноград в том числе пыталась, но я поняла, что... Короче, вот эти всякие фруктовые пюрешки ваяла. У меня же где-то виноградная, фруктовая пюрешка замороженная стоит. Тут, кстати, 6 миллилитров, и после вскрытия он живёт 12 месяцев. Ну, и как-то намазала уже вот им чисто на ночь. Стёрла потом, конечно, от этой стиралки ногтевой, этой LaFresh или что-то у меня сейчас стоит. Ну, в общем, то, что снимает лак с ногтей. Ногти, конечно, очень, я поняла, безвоженными становятся, сухими, но вот воском намазала, они как бы уже вот лучше намного выглядят. И когда я его сняла, там какие-то... Он, видимо, всё-таки немножко что-то закрепляет. Конечно, когда я мазала, у меня ногти слоились и ломались, никакого эффекта не было. Так что я думаю, он не то чтобы там супер хороший, скорее вот если с комплексной терапией ногтей, питательные воски для ногтей, увлажняющие, короче, воду для ногтей, фруктовые пюрешки, какие-то там компоненты, ну, кальций, там, витамина, содержащие в еде, и вот его, то да, вот оно вместе с двумя другими составляющими, оно, конечно, вам поможет. А так думать, что вот чудо, нихрена подобного. Ну, скажем так, на четвёрку. Потому что иногда бывает дофига заявленное действительно действует, а иногда бывает дофига заявленное и ничего не действует. Так, перейдём. Вот у меня закончилось. Ну, я вот сейчас смотрю в эту камеру, по-моему, он там нормально видно. Может быть, конечно, дофига отсвечивает, но вот продукты я вижу. Хотя я предвижу каменный, что, кстати, там фоном должно быть видно несколько этих мягких игрушек, обезьян. Как бы ностальгия для тех, кто помнит ковёр красный, который сейчас у других родственников. В общем, тоже от Лёльки из Тюмени. Не подарок, а Ивану, пена для ванн, луговые травы с экстрактами трав. Пена для ванн 500 мл. Если там тень сейчас была, то это кот шарахался. Кот шарахался. Кот хочет, видите, у меня балконная дверь закрыта. Ну, давай, сваливай. Или уходи, или не уходи. Свалил почти. Короче, сначала мне аромат очень не понравился. Там очень нос давали эти травы. Ну, слишком уже давали. И, короче говоря, как-то, ну, не шло и не шло. Вот столько, наверное, у меня, ну, на пару ванн, наверное, у меня ушло. Вот так где-то. Потому что колпачок, это вот половинка вот этой фигнёшки. Пара колпачков где-то вот на ванну хватает. И тут стало холодно. Я что-то её достала. Думаю, от безысходности. Помою себя ей как гелем для душа. И так прониклась, что и пену для ванн с ней делала, и гель для душа делала. В общем, я поняла, что вот когда холодно, она очень идёт хорошо. А когда, ну, не так себе холодно, то как-то вот я вообще поняла, что ароматы, они под настроение, в смысле, под погоду идут, под сезон практически каждый раз по-разному открывается. Но ещё на любителя, конечно. У меня подружка была в гостях, она понюхала, ой, мне так нравится. Я после неё что-то тогда вот думаю, может дать ей шанс под душем помыться. И вот она раскрыла себя уже нормально. Короче, Дойке тоже спасибо большое. Хорошая, опять же, заван. Ну, и как я уже сказала, аромат от времени года зависит. Не судьба мне тут на балконе эти баночки обозреть. Я что-то покрутилась, повертелась. И всё равно как-то солнце. А я всё-таки продолжу. Потому что если их совсем не будет видно, то сменю дезлокацию и допишу в другом месте. Ну, баночки смотрю, пока видно. Короче, в общем, у меня закончилась ферри. На три месяца мне его хватило. Всё хорошо, экономичный ферри, бла-бла, хорошо посуду моют. Вот чайный налёт от чашек нифига не отмывает. Блин, обычные дурацкие гель для душа и фраше, которые разлили в рашке, отмывают налёт от чашек, вот этот чайный, и чайнички от чая. Отлично. А вот это, нахрена оно вообще? Короче, ну, чисто как экономичное. Вот солнышко чуть-чуть свалило куда-то. Как вот экономичный вариант для жира, оно, конечно, хорошо. Там вот капельку, несколько капелек на губочку. Но вот если много посуды в раковине, то я раза три на губочку это добавляю. Чем оно в этом плане от капли сорти отличается? Ничем. Только что ценой. Короче, тут написано, что ферри равно две дешёвых бутылки. Ну, вот я не знаю, может, они каплю сорти считают двух дешёвой бутылкой, потому что по цене, что капля сорти, что ферри, вот бывает иногда по скидке и то и другое по одной цене вообще. Я без скидки редко покупаю, потому что всё время, когда мне заканчивается средство, попадаю на скидки на какого-то вот средства. Это для мытья посуды 450 мл, витамин, ромашка, витамин, я нежные руки, ферри, пенаэффект. Ну, я старалась мыть посуду в перчатках, так что мне эти нежные руки, ни в голове, ни там, ни там, короче, ни холодно, ни жарко. Вот две бутылки капли сорти, да, а по цене одну и туру, в принципе-то. Ну и не знаю. Я не буду, наверное, больше ферри брать, у меня сейчас стоит пемолюкс, ещё я там гелем, точнее гамажем и франшевским рашкой разлито мою попутно посуду, потому что мне что-то так, и теперь ещё и от аромата как-то воротят прям от этого красного яблока. Ну и оно, какой-то он скраб, не скраб, не то не всё. Я его тогда в пустых банках обозрела, вот он у меня там остался совсем чуть-чуть. Посуду он мат, отлично, в отличие от тушки человека. Ну вот ферри. Может, конечно, кому-то нравится, что он такой экономичный. Меня очень расстраивало, что вот он у меня налёт от чашек вообще никак не оттирал. Хоть жёсткой стороной губки и три, хоть обычной стороной губки и три, никакого эффекта. Так что тройка ему за это. Раньше, мне кажется, Ферри как-то больше с этим всем справлялся. Ну, по крайней мере, не было нареканий. Ну, может, года два-три назад. Так, у меня закончилась ароматерапия, лаванда, ботаника, эфирное масло. Вообще, я как-то не в восторге от ботаники. Я помню, что-то я его покупала, тут 5 мл, в декабре 17-го года оно создано. Покупала Маганит Косметик, который у нас есть. И что-то оно дофига стоило так. Я думала, что там 10 мл, что-то не глянула, что там 5. В общем, оно стоило, как если бы я в аптеке купила какое-нибудь натуральное масло или ещё чего-нибудь там, аспиро или ещё что-то в этом роде за 10 мл. Плюс ещё удовесок. В общем, вот такая коробочка. Вот такая бабочка. Каких-то особых восторгов я от неё не нашла. Не очень удобно капается, точнее, вытекает совсем там какого-то особого дозатора, как бывает в таких вот эфирных маслах нету. Ну и, скажем, масло как масло по очень завышенной цене. Плюс я как-то покупала что-то от Ботаники, оно, ну, по-моему, чайное дерево что ли у меня было или ещё что-то. Ну, вообще ни то, ни сё было. Вот как только до названия. Так что я поняла, что я Ботанику стараюсь больше не брать, по крайней мере, даже от безысходности. Хочется сказать минус 2, ну, лаванда, конечно, как бы эфирное масло вроде как нормальное, да, вот верим, что тут 100%, ну, в общем, пусть будет 4. Чайное дерево баня всех манит. 10 мл эфирное масло у меня закончилось. Такое на зоне брала, но сначала мне показалось, что это разбодяженное водой, чайное масло. Чисто вот для Ботани. Ну, вот так оно, в принципе, не совсем чайным маслом пахнет. Я подозреваю, что тут не 100% чайное масло. И вот что-то там осталось. И всё же оно больше похоже, как на разбодяженное водой что-то. Плюс с кипидаром там воняет вообще. Лёгким. Хотя чайное дерево тоже как-то специфически пахнет. Ну, в общем, если вдруг, вы увидите, баня всех манит и Ботаника. И будет стоять какое-нибудь там натуральное масло, аспиро, что угодно. Вот эти вот не берите. Даже от безысходности. Хрень, короче. И то, и другое. Ну, ладно, этому 4, этому 2. Потому что, ну, вообще никак. У меня закончился, наконец-то, этот чай. Фитосборч Иван Чай. Торговая марка, крымский букет, пакетированный. Листья Иван Чая, стопроцентные, без ГМО. Тут было такие, короче, два пакетика с пакетиками. Пакетиков у меня уже не осталось. И вот так они выглядели. Это от Лёльки из Тюмени. Подарок из какой-то её посылки. Очень меня выручил. В том плане, что иногда бывает... Есть у меня люди, которые пьют исключительно. А у тебя есть пакетики? А у меня пакетиков ни хрена обычно нет. Вот такое. Человек пьёт крымские смыслы. Иван Чай любит. И при этом из пакетика. Ну, и тут состав вот один Иван Чай. Так понимаю, что в таких коробочках ещё что-то бывает. Ну, я тоже заваривала в чистом виде и с чем-то там смешивала. Короче, удобные пакетики. Хороший чай. Он, конечно, не ферментированный. Это то же самое, что я вот делаю себе. Ну, только что у меня россыпью, а тут уже филитер. Спасибо, Алёрке, за подарок. Вкусный, хороший чай. Если что увидите, я вам советую такой. Я просто решила вот то, что надо засунуть. Тоже вроде как пустая баночка. Вот у меня закончилась. 25 лет чистая линия, фитотерапия. Ну, в смысле 25 лет этой самой чистой линии, видимо. Фитотерапия, красивая кожа, нежная пенка для умывания, эффективно очищает, не сушит кожу. Ромашка 170%, отвар, трав, ухаживающий. Плюс глубокое очищение, без сухости. Для всех типов кожи. Да, она не сушила. Не знаю, что она там очищала. Короче, моей подруге мама купила, думая, что это мицеллярная вода или молочко для снятия макияжа. Она отдала мне, потому что она молочко для снятия макияжа не юзает. Тут еще, оказывается, что-то накапало. Я думала, там уже все закончилось. Стекло. Короче, и я уже, когда почитала, поняла, что это пенка для умывания. Умывание никакая совершенно. Вот блеск для губ она не смывает. Бальзам для губ она не смывает. Помаду, соответственно, она не смывает. Вот мертвому припарка. Умываться вот чисто, что вот, мне кажется, что вы водой просто умылись, что вот этой пенкой. Эффекта никакого. Ну да, и кожу не сушит. Насчет очищения тоже как-то я сомневаюсь. В общем, из плюсов только, что не сушит кожу. Но для чего она вообще? Я бы сама деньги не стала тратить. Даже кому-то на подарок это какое-то. Ну, может, кому-то, конечно, вот у меня смешанного типа кожи. Может, там для кого-то она реально подходит, но два. У меня тут мыло. На самом деле оно не закончилось. Это то мыло, которое я резала. И в единственном ролике про резку мыла. Может, еще как-нибудь порежу. Это у нас натуральное мыло, целебные травы. Нефис, облепиха, нежное очищение с природными травами. Тоже от Лёльки из Тюмени. Подарок. Хорошая, кстати, вот сам по себе мыло. Оно очень хорошее. Из этой серии тоже и вообще нефисовские мыло хорошее. В общем, оно у меня лежит. То, что я нарезала, я собираюсь, я вспомнила, что я хотела вообще как-то сделать. У меня есть специальный такой мешочек лёновый. В нём уже такой чай, который немножко заваривать, уже его поздно. Он, скорее всего, ничего не даст. А если туда стружки мыльной зафигачить, допустим, капель или несколько эфирного масла той же лаванды зафигачить, завязать этот мешочек, то можно сделать вполне себе самопальную губку для тела. Ну, которая вот намочила эту губку по торсу и помылся. Уже лет пять как собираюсь. Вот теперь вот я тут думаю, что же я хотела сделать. Периодически, когда я его нахожу, тот мешочек с тисчичной травкой, там вообще кавказский долгожитель был, 2013 году я покупала, когда была с подружкой в Подмосковье, и мы гуляли на Коломенской ярмарке, этой медовой, медовая или как она там, ну, где мед, короче, продавали, Коломенская ярмарка, и лаванду, я помню, там покупала, и пару разных медов, один мед чисто из-за баночки с медвежонком, я потом брал свинечки, бабушка Москва носила, что вот у нас есть мед, а ты еще покупаешь мед, а то типа, нахрен тебе еще какой-то чужой мед. И вот из всего этого у меня остался только совсем чуть-чуть этого кавказского долгожителя. Я тут разбирала, думаю, блин, я же хотела сделать, как раз стружка мыльная есть. В общем, лёльке спасибо за хорошее мыло. У меня еще там есть пара кусочков от лёльки разного мыла. Одним я пользуюсь даже. Ну, в общем, я, по-моему, уже эту как баночку, коробочку от него обозревала, может быть, она в этом пакете. А само мыло вот у меня вполне себе еще там есть. Да, вот оно как раз, это мыло тоже от лёльки, чистая оленя, фитотерапия, нежный персик, больше мыла, меньше цена. Вообще, без понятия, сколько оно стоит. 90 грамм. Косметическое мыло подходит для лица, рук и тела. Я его и юзала, как гель для душа на губочку. В общем, очень хорошая мыла. Вот эти чистые оленя мне нравятся. Мне у них нравятся такие, вот я раньше покупала, они такие как бы прозрачные, глицериновые. По-моему, таких тоже как глицериновые, только другая упаковка Лёлька мне тоже дарила. Напомню, Лёлька из Тимени, зрительница, верный подписчик практически, верный зритель. Вот, ну, с натуральным маслом, с натуральным соком персика и пятью маслами. Отличное мыло вообще. Мне кажется, оно, ну, не знаю, сколько стоит, но просто я как-то уже давно, благодаря Лёльке, сама мыло не покупала. Тут, когда собиралась мыло порезать, думаю, купишь, что ли, кусок мыла? Я думаю, а что его покупать? У меня есть мыло, у меня даже есть мыло с Украины. По-моему, три, что ли, кусочка ещё осталось. Как бы, до приживания сама могу мыло сделать, но благодаря тому, что девчонки надарили мыл, разные девчонки, разный пыл, я пока своими мылами не занималась. Ну, как бы, заказов нет, а ещё и сама себе, соответственно, тоже ничего не делала. В общем, спасибо, Лёльке, за отличное мыло. Но у меня реально половина осталась. Может, в начале февраля я его открывала. Очень экономичное и хорошее. У меня закончилась паста зубная, я её вообще в деревне юзала. Добалминт, двойная мята, жемчужная, лайт. Она, для молочных зубов она хорошо идёт. 24 месяца тут, ой, блин, орбита, оказывается, называется фирма, которая её изготавливает город, Кировская область, город Кирово-Чапецк. 130 миллилитров, 170 грамм. Надолго хватает, месяца на три, наверное, хватает. Вообще, это последняя зубная паста, что у меня была. Сейчас я чищу исключительно уптаном. Я и до этого им чистила, но потом вот эту пасту заюзывала, потому что у неё срок годности заканчивался, по-моему. Ну, где-то вот месяца через три бы у неё закончился срок годности. Я решила, что надо бы её заюзать уже, чтобы она не пропала. И вот сейчас исключительно зубным порошком самопальным делаю. Чищу зубы, ну, уптаном, который я когда-то делала. Ну, нет, никаких нареканий нет, куптану, если чё. Ещё я читала как-то на каком-то сайте, ну, может, уже полгода назад, что там глиной советовали чистить, ну, или глина с какими-нибудь травами всякими. Плюс я ещё года четыре или пять назад хотела сделать, наверное, лет семь назад вообще на самом деле. У меня мусля пришла такая, сделать зубной порошок, но именно самопальный на этих натравах. Но у меня пока вот он... Руки не дошли сделать этот зубной порошок, потому что оказалось, что уптаном тоже можно чистить зубы. В общем, вот. Хорошая зубная паста, бюджетная. Что-то, по-моему, на фиксе продаётся рублей за 25, как-то так. У меня закончились палочки. Диляры. Подписчицы, не знаю, смотрят они у меня сейчас или нет. Ароматические палочки благовония состава бамбуковой. Стержен древесный наполнитель, натуральная масляно-ароматическая эссенция. Очень они меня, Сатья, Саи Баба, Сатья, короче, очень они меня спасали, когда как бы день, и вроде спать рано, и даже, ну, как бы даже уснёшь, потом будешь чувствовать себя намного хуже, и вроде как надо мозгами работать, по большей части мозгами работать, или что-то делать. Я зажигала пару палочек одновременно. Иногда у меня две дощечки, извиня, и покороче. Иногда зажигала четыре палочки в разных местах, и в этой квартире, и на кухне, и в комнате. И в той квартире, и они очень меня спасали, они так бодрили. Как бы не навязчивый такой аромат, но у меня, короче, приходило как-то родственники, какие-нибудь там гости домой, или там знакомые, или друзья, не могли понять, чем вонять. Каждому по-разному воняло чем-то. И тут собой прикол был, что как-то соседка пришла, у нас теперь показания, кажется, за холодную воду. В один день записываются, за горячую трюку и пришла, а у меня эти две палочки из комнаты, наверное, дымовуха такая шла непонятная. С одной стороны, как бы пофиг, это моя квартира, что хочу, то и делаю. Ну, в смысле, они трогают свободу других, и они не должны трогать мою. Как бы не мешают другим, и мне никто не мешает, скажем так. Ну, вот такая дымовуха, не знаю, что человек подумал. Людям свойственно думать что-то. Он считывает, что я как бы не курю, да, вот этот такой правильный образ жизни, но палочки у меня дымовухой стояли. Для тех, кто не в теме, специфический аромат, но мне очень нравятся аромопалочки. В общем, спасибо, Диляре. Они меня очень выручали. Там у меня еще, кстати, где-то этот пакетик. И в пакетике, если, ну, найду, покажу. А вот он, наверное, оно. У меня в пакетик насыпалось вот столько вот этой фигни на них. Вот что из нее вообще можно сделать? Или тупо уже выкинуть? Потому что я думала, что если ее там куда-то пересыпать, поджечь, может она так же вонять будет. Ну, как бы дымок будет. В общем, вот тут прилично так насыпалось. У меня еще есть палочки, которые я когда-то сто лет назад покупала с розой. в баночке. У меня такие же с лавандой были. Я помню, дарила человеку, который лавандовые палочки любил. И там вот как раз маленькая дощечка была, что в той, что в другую. Вот маленькая дощечка у меня как раз именно от розовых палочек. А еще есть палочки, которые я там с Аленой О, она раньше был канал Алена О, потом ничего личного. Я даже не знаю, сейчас у нее есть канал на Ютубе или нет. Знаю, что в Инстаграм она выкладывает вышивку, по-моему, крестиком или бисером. Что-то так-то, короче, делает. Она рукодельная такая. Не вспомню сейчас фамилию, знаю еще. Алена Овсяникова, по-моему. Я не знаю, она есть сейчас на Ютубе или нет. Но мы с ней, такая у нас неклассная поменяшка была. И вот там у меня как раз я выбирала эти палочки романтические. Какие-то гармонии, еще что-то. Я не знаю, если их зашечь, я в состоянии хочу спать и не изображаю. Буду хотеть спать дальше или взбодрюсь. Потому что я их пока зажигала исключительно, ну, просто как аромопалочки, без намека, что хочу взбодриться. Надо проэкспериментировать, как мне и будет. В общем, вот. Это тоже как бы сквозной намек на то, что если вы хотите что-то мне подарить, сделать приятно, сказать спасибо за твои труды в роли видео-блогера, то, ну, не знаете что-то. Вот я люблю аромопалочки. Мне одна подружка их называла вонючки. Так, вот у меня закончился гель для душа Эйвен Нэтчерл для тела. Экзотический кокос и карамбола. Освежающий 200 мл покупала по распродаже еще у подруги, когда она еще занималась Эйвеном. Я не знаю, сейчас она занимается, и мне уже совсем забросила. 200 мл. Раньше мне очень нравились гели для душа Эйвен Нэтчерл, но что-то вот мы с ней сошлись к мнению, что эти гели разбодяживают. Потому что мне вот этого, этих 200 мл раньше хватало на месяц. Сейчас хватило на 7 применений. На неделю. Вообще. Он уже никак не пахнет. Ну, вроде как-то приятно пахнет, но не то чтобы кокосом. Кокос я там особо не чуяла. Может быть, это пахло карамбола. Вот так вот солнышко вроде как спряталось. У меня вообще вот такая щель, я окно открыла. Надеюсь, мне не продует. Потому что было очень жарко. У меня на градуснике солнцем нагрело. В общем, у меня на балконе при закрытой двери было теплее, чем в комнате на 5 градусов. В комнате было 24, а тут было 28, или как-то так. Так, вот у меня закончился и фрашевский. Оказывается, тут совсем чуть-чуть натекло. Я буду выдавить завтра тогда. Бальзам. Растительный уход для волос. Бальзам-ополаскиватель с экстрактом маринги для всех типов волос, который сделан во Франции. Шампунь сделан в России, но сделан очень качественно. Видимо, действительно под хорошим присмотром был. Это у нас мицеллярный бальзам. То есть, для того мицеллярного шампуня, который дофига экономичный. Хороший очень бальзам. Я его пробовала даже не то, чтобы у меня там шампунь какой-то был, просто каким-то гелем до душа помыла башком. Сняла очки под душем. Помылась. И вот, ну, думала, что рукой целюсь на шампунь, а попала без очков на какой-то гелем до душа на тот момент. Ну и, в общем, он с гелем до душа тоже хорошо сочетался. Тут 150 мл. Мне непонятно, почему вот всегда вот бальзам всегда расходуется больше, чем шампунь. Но всегда почему-то в паре бальзам раза в два меньше, чем шампунь. Вот шампунь там 300 мл, а тут 150 мл. отличный бальзам. Но, конечно, это дороговато, вот я считаю, что, в принципе, завышена, наверное, на него слегка цена. 200 рублей вот за такой тебе к оптимальной вариант. Ну, эти 329. Ну, пятерка стойкая. Так. У меня на днях совсем закончился вот этот вот. Green Mama матирующий тоник для лица от расширенных пор из черных точек. Кажется, я его за 50 рублей что ли покупала вообще. Тут у нас 100 мл с морскими водорослями, серия морской сад, морской сад, и у них вот идет подарок в наборах, а еще теперь можно купить вот отдельно, но так оно у них 300 мл. Такой там что-то 100 с чем-то, что ли, не знаю, сколько стоит, уже не помню. Сроком оно бы марта 2020 года было и сделано в феврале прошлого года после вскрытия 4 месяца. Я давно не делала тогда заказы на Green Mama, что-то они мне прислали какой-то бонус, и я решила, почему бы и нет. И у меня вот как-то оно очень бюджетно все вышло, тогда еще обозревала этот заказ. То, что он от расширенных пор и черных точек, я такие вот бальзамчики, лосьончики, тоники, короче, Green Mama покупала чисто вот так вот. И у меня нету расширенных пор или черных точек, черных точек вообще никогда не было. Может, какое-то время были расширенные поры, но чисто вот там вот скорее лоб-нос, очень редко, что щеки, потому что у меня смешанного типа кожа. Ну и, короче, вот он мне чисто нравится, что он иногда вот так пощипывает. Хороший, короче. Если у вас расширенные поры или черные точки, подружка у меня одна, мы сейчас с ней уже давно не общаемся, ну, в смысле, как она, можно сказать, знакомая. Разошлись чисто вот, не ругались, а просто разошлись в интересами, что реально разные интересы стали. Уже давно, лет 5 или 6, я ее не видела даже. В общем, она, помню, пользовалась таким тоником, он ей очень нравился, у нее реально расширенные поры были, у нее очень жирная кожа была, на самом деле мне в лицо близко подставляла, вот виды эти поры, типа, что ты делала? Я тогда помню, я с Гринмамой познакомилась, она была в восторге от него. В общем, 5 с плюсом, если у вас какие-то там проблемы с кожей, то вот Гринмаму, Гринмаму продают не только на сайте Гринмамы, в фикс прайсе, конечно, этого нету, но ее продают в Магнит Косметев, Крик Гош, еще где-нибудь, даже на Азоне иногда бывает, так что вот, в принципе, при желании можно найти. Так, у меня закончился, быстренько, Эйвен Энканта, нефритовый цветок из шел, гель для душа, с ароматом экзотических цветов, увлажняющий, 200 миллилитров, 150 рублей он стоил, по-моему, в четвертом каталоге он тоже 150 рублей стоил, в пятый каталог, я еще не осмейляла, не помню, есть он там, сколько стоит, вроде как это считается корейская косметика, Дэйвен, очень вкусно пахнет ванилью, ваниль напоминает лимитку и фрашевскую белая ваниль, новогоднюю, хороший, но, во-первых, неудобно, вот он, вот так, он как бы ставится, да, вот так открываешь, и сразу на тебя очень много выливается, и он, не сказать, что супер жидкий, вот там, оказывается, что-то еще было, люди, как жить теперь дальше, надо пойти сейчас, смывать, это, короче, он не то, чтобы супер жидкий, но он довольно жидкий, и из-за этого выливается, из-за того, что в тюбик вот такой, еще жидкий, выливается очень много на кубку, и за это очень быстро расходуется, но хорошую пену дает, хорошо моет, аромат немножко на коже остается, в общем, пять с плюсом, если вот у меня будет возможность еще в Эвен где-нибудь заказать у нас в городе, то я такой, конечно, закажу себе еще раз, пойду-ка я смывать это, поставлю пока на паузу, закрыла я заодно окно в балконе, а то как-то так холодно, но и флакончик я оставила там, потому что, ну как-то вот оставила там, раз уж там чуть-чуть осталось, у меня закончилась чистая линия, фитотерапия, красивая кожа, мицеллярная вода 3 в 1, цветочная снимает макияж, успокаивает и смягчает 100% натуральная основа, для всех типов кожи, хорошая мицеллярная вода, в отличие от той пенки, которая вообще ничего не делает, в общем, хорошая мицеллярная вода, я помню, тогда покупала по скидке, что-то за 40 что ли, с чем-то, или за 50, я не помню, ну, в общем, по-моему, красная цена и рублей 50, вот за эти 100 миллилитров, после вскрытия 6 месяцев, ну, и тут, конечно, вода, глицерин, ПЭК и прочая фигня, и то, что это 100% натуральная основа, она где-то, ну, где-то ближе к середине, но вполне себе ничего, я все хочу попробовать мицеллярку в Гринмаме, заказать, но у меня пока есть молочко для снятия макияжа, еще сливки для снятия макияжа, тоже Гринмамовские, тут совсем чуть-чуть осталось, совсем-совсем чуть-чуть, и поэтому, как бы покупать впрок уже, ну, смысла нету, лучше купить потом, когда понадобится, к тому же у них там 2 мицеллярки, одной подружки, а не, ну, ну, в общем, у меня подружка такую заказывала, Денис Азарнин, кажется, а другая еще мицеллярка, которая у них раньше вышла, чем Денис Азарнин серии, ну, в общем, я ее хочу попробовать, она, соответственно, по-моему, она чутка подороже, и там, по-моему, даже уже стали выпускать не 100 миллилитров, а 250, или что-то в этом роде, или вообще какой-то, чуть ли не пол-литра, ну, и как-то вот я поняла, что по цене выгоднее покупать эту большую бадью. Так, у меня закончилось эфирное масло, обуси, апельсиновое, кажется, я его покупала в Ашане, что-то там, рублей за 40, что ли. Хорошее эфирное масло, аромат природы. Кот у меня, правда, периодически еще бывает, что-то дерет у входной двери, в коридоре, но я что-то сейчас собленилась, не капаю ему маслом, но он очень редко дерет. Тут удобный дозатор, и оно вполне себе апельсином пахнет, хорошее масло. Так что, если что, увидите, вот я как-то покупала в этом, в Ашане какое-то эфирное масло, уже не помню серию, тоже что-то дофига бюджетное, говно-говно. Вот вода разведенная какая-то, что-то разведенное водой. А вот это вот я купила тогда, думаю, ну чисто попробую, что коту все равно там капать, чтоб не драл. И оно нормально оказалось, а потом в аптеке что-то такое купила, по-моему, натуральное масло, тоже апельсины, тоже что-то примерно по той цене. Это у нас сделано в Дама Трейд, трио, Дама Трейд.ру, Москва. Арт 13 00 38. В общем, вот такое масло, хорошее масло, с пятерочкой. У меня закончился пробник, я его даже тут делала на днях, хотела как раз обозреть, думаю, ну волосы такие намазала, мяконькие, вроде подсохли, все такое, чистенькие, расчесала, трындец. Вот для сухих волос оно, наверное, оптимальный вариант, для жирных и тонких вообще не то, не сё. Ну, я не очень понимаю эти маски, ну там, конечно, написано, сейчас я представлю, что это, короче, растительный уход для волос, ночная маска для восстановления жжеба, 8 мл. Останавливает, преображает очень сухие порождённые волосы. видимо, для очень сухих, не для сухих, а для очень сухих. Так, совет, ну, короче, распределить на ночь, не оставляет следов, реально, ну не оставляет следов, но вот аромат остаётся на подушке дня на три ещё. Вот мне от Ифраше пришло там в довесок заказу, ночная маска, но я не понимаю прикола этих ночных масок, я не видела суперсухих волос, не, у меня был один знакомый, у которого были очень сухие волосы, мне казалось, что они у него тупо жирные, их он не моет, но они у него были суперсухие, может быть, ему бы подошло, но мы уже сто лет не общались, я даже не знаю, живую, ибо он не вёл правильный образ, естественно, потреблял всякими вредными привычками, восстановил алкоголем, что горит, то и бухается, короче, и в общем, вот я думаю, что вот если только за суперсухих волос, ну, честно, вот мне как-то не очень приятно, вот они как бы такие полувлажные, я ждала ещё, пока они подсохнут, специально не ложилась спать, ну, не знаю, ни то, ни сё, может, для каких-нибудь извращённых любителей оно и подойдёт. Так, у меня закончился нежный пилинг для очень чувствительной кожи от Green Mama, формула тайги, марина и овсяная мука, мой любимый вообще пилинг, но в этот раз он мне, у него, во-первых, срок годности заканчивался в августе этого года. Мне его Green Mama вложила в подарок совершенно, видимо, за то, что у них давно ничего не заказывала. Шесть месяцев после скрытия 100 мл, отличный он раньше был скрабик, гамажик, но тут он у меня отпрыснул раньше времени и как-то раньше его как бы хватало бы надолго, а тут он какой-то слегка полужиденький был, может, потому и задарили, что он как-то у них лежал без исходности. Ну, вообще, вот, скрабик, я раньше ему очень часто пользовалась, через день, каждый день, там, утром, вечером, иногда утром, вечером, я ещё помню, подруга говорила, вот у тебя такая хорошая кожа, ты там, мамой пользуешься, чего ты пользуешь, я помню, ей советовала, вот, именно, что нежненький такой гамажик, не такой вот, что там, зубодробилка какая-то, пемса, лицо натерли, да, но именно, вот, хороший гамажик, пять плюсов, даже несмотря на то, что вот этот вариант был слегка какой-то, под конец он решил откинуться. Так, у меня закончилась перекись водорода, которую я промываю уши, а ещё маленькие ранки. Обычная перекись водорода. Кто её в этот раз делал? Лекарь, Самарская область, город Чапаевск, рублей 10 или 15, ну, вообще, я заметила, где, как стоит. Иногда за 7 рублей можно купить перекись водорода, а иногда и за 20. У меня закончилась, что это у нас? Ночная ваниль, парфюмированное масло для душа, 200 миллилитров, лимитка этого года, новогодняя, от Ифраше. Какое-то вот, я не знаю, у них, ну, не очень у них эти лимитки были в этом году, потому что, ну, там осталось, вот, то, что оно, когда сочетается с водой, это масло, оно становится именно белым. Вот, как раз там, я и воды, помню, доливала, пыталась остатки вылить, и вот тут то, что осталось, это как раз вот сочетание с водой, любое масло для душа от Ифраше при сочетании с водой становится белым, таким как бы молочком. Аромат такой, очень тонкой, ванили очень, чуть уловимой вообще, как холодно, что холодно, что жарко, погода на неё не влияет, очень тонкий аромат, ну, улавливаемый практически. И хреновенько он мыл. Вот я помню, у них масло для душа мне очень нравились из этой плезирной тур обновлённой серии, ещё какое-то там масло для душа, кажется, хамам или что-то такое. Очень классно мылится, хорошую пену даёт. А тут вот ощущение, что вот выливаешь на себя, вот будто делал самопальное мыло и очень много добавил всяких масел, воды, и оно как-то мыльных эффектов практически не имеет. Вот что-то такое. Хотя состав тут, ну, не такой, чтобы супер натуральный. Это у нас глицерин, потом масло, мыльная фигня, вода, ещё какая-то хрень, парфюмерная фигня, и в самом конце ещё пара масел. Ну, как-то это, как-то вот. Тройка. Разочарование, скажем так. Кот ко мне пришёл. У меня закончились очередные ватные диски каждый день 120 штук. 35 рублей, что ли, они сейчас стоят. 100% хлопок в состав. Ватные диски. Вообще, так вверх ногами было написано, но я прочитала. Так, у меня закончилось, тут может на раз осталось. Это мне в единственной коробочке красоты, которую я когда-либо в жизни в руках держала, самодечно присылала подписчица Иркота, которая первая верующая в Ирку. Тут Химани, Бора Плюс, здоровая кожа, крем для ухода за кожей без запаха, натуральный защитный комплекс, естественная защита, увлажнение и восстановление кожи. В 16-м году сделанный 17, 17, 19, 20, 21. Так бы он, короче, до 21-го бы дожил, а нет, до 3 года, оказывается, раньше. Я просто покупала, помню, большой флакончик, он жил 5 лет. Ну, в смысле, большой чубичек, значит, так, 17, 18, 19, в общем, 6-го июня этого года он бы сдох. Тут совсем чуть-чуть оставалось, я уже выдавливала последки, может быть, еще что-то даже выдавится. Ну, как бы, ранки, оно заживляет, помогает заживлять, но какого-то суперэффекта я не заметила. Жирный такой очень, на любителя. Ну, спасибо, Ирке, Хенли. Ну, и последняя баночка. У меня закончились мои волшебные капли. Синергетик третьего поколения, Эпам тысячный. Разводить один к пяти, если капать в глаза. Я закрываю глаза, ложусь и капаю вот сюда, в эти ямки от глаза до носа. Потом промаргливаюсь и жить можно дальше. Сроком оно было до 19 апреля этого года. У меня еще флакончик остался, не знаю, до какого там у него срока надо будет глянуть. Можно купить в Ярике в Сибирской аптеке на свободе рядом со Фрикенбокеном. Кафе там такое, ресторан, потом там еще этот чуть подальше Макдональдс, в ту сторону пойдешь ближе к Ярославу Глюк, к главному попадешь. Короче, Фрикенбокен параллельно дороге, рядом еще этот цирк. А это вот так вот тортом стоит, маленькое одноэтажное здание. Вот оно раньше, я помню, покупали мы по 260, когда вот 2000, после аварии, короче, его капало, потому что у меня было зрение минус 20 после ДТП, минус 20,5, а после них, как я два года прокапала, у меня стало зрение минус 13,5, которое сейчас и есть. Может быть, оно бы еще, пала баночка, шарахнулась об этот штатив, может быть, оно бы еще улучшилось, но на тот момент капли что-то пропали, аптека тогда в Ярике закрылась, достать было вообще их нереально где, а потом случайно я их увидела в интернете, на сайте, сейчас бы вспомнить, алтайские травели, что-то такое, и стала там заказывать, потом узнала, что, оказывается, есть в Ярике. Тише, ну ты слон вообще. Ничего, что ты меня своим хвостом, как плетью, шарахнул по спине, гадский кот. Короче, отличная вещь, можно купить по скидке, я как-то покупала два флакона по 130 рублей штука, можно купить также по 260, можно капать не только в глаза и там под язык еще что-то. но вот даже если нет цели там восстановить зрение или еще что-то, или просто глаза устали, иногда бывает такое, или просто красные белки, чисто вот, ну там сосудик лопнули, глаза устали, чисто сами белки, глаз красные, капать, можно капать три раза в день, до трех раз в день, в течение месяца, и у них пролонгированный эффект, и перерыв месяц, ну где-то так. А можно капать просто не в течение, как не ради лечения, там восстановления, еще что-то, вот глаза устали, закапали, проморгались, и все ништяк, вот сразу, мгновенно, после капель, все вот это вот проходит, и более напряжение. Потому что отличная вещь. Флакончиков где-то, флакончик 30 миллилитров, от капли сибирское здоровье. Но сибирское здоровье, по-моему, еще какую-то косметику производят, но я у них ничего не покупала, я вообще у них где-то разбуд бываю. Последний раз, когда была в Ярике, я, по-моему, тогда и купила их, больше, это, с летов прошлого, в Ярике еще пока не была. В общем, такие отличные капли. И, конечно, вроде как обещала когда-то им отдельный обзор делать, но раз уж попалась они в пустых баночках, я их сама сюда закинула и забыла, то почему бы и нет. Не обязательно делать отдельный обзор, можно сделать в пустых баночках, если еще отсылать отсылку к какому-нибудь там ролику. В общем, это были баночки пустые за февраль, кире, март 2019 года. Всем спасибо за просмотр, если вы оселили до конца, несмотря на то, что я снимала внезапно на балконе, и тут солнышко, и местами слегка менялся ракурс, потому что я двигала этот статив. Всем пока!